Сегодня поговорим о том, как подобрать резину тренировочную, такую как и здесь, например, для своих подтягиваний. Если вы плохо подтягиваетесь, либо хотите увеличить количество подтягиваний, то необходимо приобретать такую резиновую петлю. Также ее можно заменить, если не хотите где-то заказывать, либо долго это будет ехать. Можете использовать медицинский эластичный бинт, также несколько раз складывать, и он будет выполнять такую же работу, если вы немного весите. Резиновую петлю необходимо выбирать по нескольким критериям. Это ваши килограммы, сколько вы весите, и физическая ваша полгалпавка. Если вы ни разу не подтягиваетесь и весите больше 80-90 килограмм, то необходимо брать среднюю резиновую петлю. И, соответственно, если вы весите 50-60 килограмм, то необходимо ее брать не меньшим сопротивлением, так как резиновая петля должна выполнять свою функцию. Это не должна быть какая-то жесткая, как цепь, либо лямка. Она должна растягиваться и не должна сковывать ваши движения технику, которые в дальнейшем вы будете выполнять какие-то другие подтягивательные упражнения. И она будет способствовать улучшению вашей техники. Если вы возьмете жесткую резину, она не будет растягиваться, а будет жесткая, как ступень. Если вы будете немедленно уйти ногой, то в конечной ноге, в нижней, например, она уже не будет так классично растягиваться. И получится, что вы подтягиваться будете с прыгка, либо с напрыгом. С резиновой петлей можно выполнять различные упражнения. Если забежать вперед, говорить про мужскую половину, то эта резина, я уже сказал, должна быть средней жесткости, либо меньше средней. Чтобы плавненько вы выполняли, чтобы вы не только ногами работали при отталкивании. Например, например, изучать подтягивания. Немного оттянули мышечную свою силу, мускулатурную, чтобы вы привыкали. Если говорить про девушек, женщин, то резиновую петлю берут на уменьшего сопротивления. То есть, если это какой-то фитнес, то необходимо маленькое сопротивление резины, чтобы она не сковывала ваше движение. Чтобы упражнение выполнялось правильно, с резиной петлей можно как подтягиваться на двух руках. Также можете изучать спецупражнение, подтягивая на одной руке. Резинным петлем на самую тюновку. И подтягивайтесь. Натяжение резины будет способствовать уменьшению вашего веса. Если вы весите 60 кг, то вы нижней растянутой фазе в зависимости от растяжения резины. Это будет вес скидываться. Это будет примерно 50 кг, 55 кг. То есть, вы почувствуете, что упражнение делается намного легче. Как я уже сказал, резиновую петлю можно заменить эластичным бинтом. И здесь не будет большой подмены. То есть, кто будет выполнять свою задачу. Лишь бы вы в нижней точке, когда вы будете изучать это упражнение, такое как подтягивание, в нижней точке надо, чтобы опора какая-то была, чтобы вы немного скидывали свой вес. И, соответственно, вы будете подтягиваться. И подытожить, что мы тут наговорили, то резин для подтягивания необходимо подбирать под свой вес. Под вашу физическую подготовку и под те упражнения, которые вы в дальнейшем планируете изучать, либо будете делать. Наверное, все рассказал, что хотел. Всем пока. Смотрите следующее видео.